Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня понедельник. По традиции мы отвечаем на вопросы пользователей портала воткинск.нет. Сегодня у нас в гостях председатель правления кредитного потребительского кооператива Касса взаимной помощи Рост Роман Вахрушев. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. И первый наш вопрос. Почему не работает, спасибо, от Сбербанка есть такая услуга? Сам лично не пользуюсь. Супруга пользуется очень активно, очень довольна. Иногда получается в магазине не платить ни копейки, при этом уходить с продуктами. Возникает логичный вопрос. Насколько правомерны действия магазина, когда объясняют, что в нашем магазине на данный момент эта услуга не работает, потому что, предположим, обновляем программу? Я себе это представляю так. Работу этих «спасибо» бонусов от Сбербанка представляю себе так. Многие банки заключают договоры, по-моему, называются на квайринге, на применение вот этих вот терминалов для расчета по картам, чаще всего Сбербанковским. То есть у юридического лица, у магазина, у сети магазинов, супермаркетов есть договор с Сбербанком. На основании этого договора происходят вот эти вот какие-то вот «спасибо». Когда происходит оплата по карте, то процент с каждой покупки, с каждой транзакции. Магазин платит Сбербанку процент. Действительно, это вполне может быть умышленно. Следующий вопрос плавно вытекает из предыдущего. Ваши прогнозы по поводу замены наличных денег пластиковыми картами? Неизбежно мы придем к тому, что действительно перестанем пользоваться бумажными деньгами. Мы до сих пор еще пользуемся бумажными деньгами, а уже говорим о том, чтобы отказываться от банковских карт. Начинают использоваться, пробоваться технологии, по которым уже даже не то, что бумажные деньги, а даже пластиковые карты не нужны для расчетов между людьми, организациями. Вот хорошо ли это для человека? Ну, вот вы вспомните, когда у нас с вами, издалека начнут, вот когда у вас появился первый сотовый телефон? Прогресс движется с такой скоростью, что мы с вами, наверное, еще не считая себя стариками, уже начинаем отставать от этого прогресса. Неизбежно это. Нам это будет несколько болезненно, скорее всего. Людям старшего поколения будет еще более болезненно. Но я думаю, что это неизбежно отказ от бумажных денег, отказ от пластиковых карт, отказ многое от чего. Лично мне это не нравится. Я привык к деньгам бумажным. Я привык разговаривать с человеками и решать вопросы, глядя человеку в глаза. В самом ближайшем будущем, еще даже, наверное, не достигнув пенсионного возраста, совсем с этим столкнемся и уже хотим или не хотим, начнем в этом разбираться и пользоваться, использовать это, пользоваться этими всеми. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Он опять же о банковских картах. В каких случаях банк может заблокировать банковскую карту? Банковская карта – это визуализация нашего счета. Блокируется счет, не карта. Согласно закону, если у банка возникает подозрение о неправомерности сделки, то есть нет ясности, откуда эти денежки появились и куда они движутся, то у банка есть право, по-моему, до трех месяцев, если мне не изменяет память, заморозить данную сделку 115-м законом о противодействии, великолизации денежных средств нажитых преступным путем с целью финансирования терроризма и экстремизма. Вот такое для названия закона. Не только крупные суммы могут быть заморожены. Я, насколько знаю, есть случаи, буквально там до 50-100 тысяч суммы тоже замораживаются, хотя для меня непонятно, потому как законом и говорено, что обязательному контролю подлежат сделки, превышающие по стоимости 600 тысяч. Это будет, таких заморозок, скорее всего, что в нашей жизни будет все больше и больше. Право такое у банков есть, не только право, но и обязанность. Если банк не выполнит требования этого 115-го закона, то он может лишиться лицензии. Больше скажу, что большая часть отзывов лицензии Центробанку у коммерческих банков именно по причине нарушения требований этого самого 115-го закона. Как можно себя оберечь от возникновения таких ситуаций? Как себя можно спасти при возникновении таких ситуаций? Все эти передвижения, они же на основании чего-то договоры, квитанции, квитанции приходных кассов и ордеров, расписки денежные, договоры купли-продажи. Вот эти документы, как правило, являются основанием для движения каких-то денежных средств. Нужно все эти документы всегда держать, хранить. У многих у них срок давности, ну, срок, который необходимо хранить, 3 года. И вопрос снимается буквально в течение нескольких секунд, минут. Ну, последний на сегодня вопрос, он, опять же, связан с банками. Как вы считаете, как скоро банки уйдут в онлайн, то есть не будет офисов, обслуживания только через интернет? Очень многие банки уходят в онлайн. Кто-то частично, кто-то с осторожностью. Тише едешь, дальше будешь. А некоторые банки, они просто были уже созданы онлайн. Могу предположить, что раз банку не нужно какие-то затраты сдерживать, да, на содержание офиса, на выплату зарплаты. В том числе это переходит в то, новое использование новых технологий позволяет в том числе и экономить на содержание офисов, сотрудников, мебели, каких-то основных средств производства, компьютеров, да, выправы. В этом случае у банка появляется возможность снизить стоимость своих услуг перед своими клиентами, но делать это или нет, это все-таки остается в распоряжении банка. Многие-многие банки в этом направлении движутся. Помимо того, что для банка эта деятельность становится менее затратна, как вы уже сами это сказали, помимо этого еще исключается человеческий фактор. Шанс возникновения ошибки какой-то технической, он уменьшается. Техника ошибается реже, чем человек. Разговор получился в основном о современных технологиях. Да. Вот как вы считаете, несут ли они какой-то риск для человека и как себя, опять же, безопасить? Во-первых, нужно сказать, что это неизбежно. Мы все в самом ближайшем будущем будем просто вынуждены привыкать учиться к новым условиям существования жизни. Второе. Насколько это опасно, безопасно? Ну, это будет пропорционально, настолько безопасно, насколько мы будем в этом разбираться хорошо. Чем позже мы начнем стараться в этом разбираться, чем дальше будем отодвигать начало использования этих современных технологий. Тем меньше мы будем в них разбираться, тем выше будет опасность того, чтобы допустить ошибки при использовании этих новых технологий. Нужно не бояться учиться уже сегодня ими пользоваться. Наша беседа подошла к концу. Спасибо большое, Роман, за содержательные ответы. И мы желаем вам всего доброго, дорогие зрители. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова